МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выскажем позицию, которая не понравится власти. Он будет объявлен преступником, сепаратистом, изменником Родины. При этом всех пугают тюрьмами. Это сказали вы. Это что, как-то касается вас лично? Поясните, пожалуйста, и как вас запугивает власть, если да? Это касается всего общества нашей республики Молдова, потому что мы видим из последних заявлений руководителей нашей страны, действующей власти и руководителей органов государственной безопасности, в частности, директора службы информации и безопасности, который четко и ясно сказал, что те или иные позиции, которые не сходятся, допустим, с евроинтеграцией, если гражданин скажет, что он против евроинтеграции, что он видит нашу страну, допустим, не в Европе, просто остаться такой, какая она есть, или еще где-нибудь, этот человек сразу будет подпадать под определенные критерии человека, который грозит нашей безопасности страны. И все люди, когда услышали данные заявления, массово начинают обращаться, в том числе и ко мне. И я вижу различные реакции негативные на все это, и люди испытывают страх, настоящий страх, что сегодня в нашем современном обществе, в нашей стране, невозможно будет высказаться, невозможно будет сказать то, что не нравится, как действует нынешняя власть, как работает президент нашей страны. За это все люди ощущают, что в ближайшее время будут наказуемы. Как в 21 веке, в демократическом государстве, где мы уже давным-давно забыли те вещи, которые могли нас запугивать, сегодня они открываются по-новому. То есть вы хотите сказать, что еще до референдума, до результата, уже людям угрожают и говорят, что они должны четко придерживаться одного вектора. Совершенно верно. Как люди будут даже агитировать? Вот вы скажите, люди, которые против европейской интеграции, как они смогут публично заниматься агитацией, сказать, мы против европейской интеграции, потому что раз, два, три, четыре, по конкретным фактам будут объясняться, изъяснять свою позицию, а в итоге их за это будут наказывать. Они запугивают сегодня не только политиков, не только журналистов, кстати, средства массовой информации. Мы видим, какую атаку оказывается на различные СМИ, сколько телеканалов было закрыто, сколько сайтов было заблокировано. Это все показывает о том, что власть хочет закрыть рот, в прямом смысле слова, тем, кто им неудобен, кто считает, что нынешняя власть ведет нашу страну в позицию уничтожения нашей страны в частности. Мы же понимаем, что такими темпами, так сказать, светлого будущего, мы непонятно, где окажемся, и непонятно, что произойдет у нас. Мы видим в последнее время, что происходит с нашей экономикой, с экономикой, с социальным сектором. Да и куда бы мы бы с вами не обратили свой взор, мы везде видим негативные последствия управления партией ПАС, и в частности главы государства Майя Сан. Ну, власть говорит о том, что не они виноваты в том, что происходит. Они делают ссылки на геополитические какие-то моменты, на то, что в соседней стране у нас сейчас война. Но я сейчас не об этом. Я вот думаю. В принципе, наверное, многие оппозиционные политики сегодня настроены очень, я бы сказала, критично по отношению к представителям власти. Но некоторые партии считают, что их особенно, власть не любят. Вот, например, причина нелюбви к партии Возрождения, как представителем которой вы являетесь, многие называют это как раз то, что вы воспринимаете внешнюю политику так, что хорошо это восточный вектор, евразес и все остальное, плохо это западный вектор. Может быть, в этом кроется причина? Вы не думали об этом? Давайте скажем так. В этом всем процессе это все комплексная позиция власти. То есть не только из-за нашего определенного вектора внешнего развития страны, который мы открыто, кстати, высказываем. Мы проводили целый ряд мероприятий, которым призывали граждан подписаться за вхождение страны в евразийское судружество. Ваш поезд уже ушел, господин Суходольский, потому что, вот смотрите, мы уже стали не просто страна-кандидат, мы уже практически добились, что вот уже вот-вот переговоры наши не просто начнутся, а уже и результаты какие-то будут, мы уже начнем говорить по странам. А вот вы вдруг сейчас вспомнили, не поменяет ли нам вектор? Что на это говорить? Ну, во-первых, мы это не вспоминали. Эта идея, эта идеология всегда присутствовала в нашем обществе. И, в частности, мы и политические заявления всегда были направлены на дружбу с нашими восточными партнерами. Я, как представитель ГГУской автономии, я могу четко сказать позицию 2014 года, которую ГГУский народ высказал, стоял вопрос на референдуме за вхождение в Европейский союз и в Таможенный союз, который сегодня реорганизовался в ЕС. Тогда ГГУский народ проголосовал 99% за вхождение в Таможенный союз. И мы не говорим о том, что мы только что проснулись и мы только что придумали эту вещь, идеологию. Еще один пример. Кстати говоря, наша братская республика, турецкая республика, мы помним, сколько лет они находятся на пороге вхождения в Европейский союз. Там тоже проходят различные переговоры, там тоже все, этапы, стадии. Уже, посмотрите, десятки лет государство не принимает. И я уверен в том, что Республику Молдову тоже не примут в Европейский союз. И эти сказки нам о том, что вот к 2030 году нас примут. Я вспоминаю тогдашнюю власть Альянса за европейскую интеграцию, когда премьером был Филат и так далее, когда нам европейскую интеграцию ставили в ближайшем будущем, что мы будем в Европе. Допустим, там в 2020 году звучали такие... Да, была программа даже 2020. Совершенно верно. Совершенно верно. И сегодня уже 2024 год. И где мы находимся? Вот здесь это все политическая уловка. Очень серьезная и хорошая политическая уловка нынешней власти. Потому что в этом году нас ожидает президентский выбор. И с резко падающим рейтингом президента Майя Санду надо было что-то делать. И их политтехнологи им предложили, так сказать, такой выход, который бы четко показал бы, вот давайте сделаем референдум, скажем, что мы хотим Европейский союз. Плюс, конечно, их кураторы Запада это все не без их одобрения это все происходит, я уверен. И вот эти действия, которые сегодня звучат со стороны европейских властей, которые говорят о том, что мы, возможно, приступим к очень серьезной рассмотрении повестки о вступлении Молдовы в Европейский союз. Это все политические ходы, такие, которые мы видели уже очень много раз и на примере других стран. Ну, вы же, наверное, тогда понимаете, что, может быть, вот какой аргумент вам предъявлен. Но вот вы сейчас говорите, вы ссылаетесь на Гагаузе, на референдумы, которые, а, власть не признала, я имею в виду центральная, она считает, что они были проведены в нарушении и Конституции, и других законов, и, б, у нас не только Гагаузы есть в Республике Молдовы. Если Гагаузы так уж не хотят, как они и думают, то у нас есть граждане, которые как раз очень сильно хотят, вступление в ЕС. И поэтому вот вы сейчас говорите, как депутат парламента, значит, вот такие вещи, а мы с вами не согласны. Но я даже о другом сейчас хотела бы спросить вас. Вы сейчас скажете реплику по поводу Гагаузе, это очень важно. Вот вообще, молодороссийские отношения, они сегодня вот в свете того, что происходит. Посол вызван был. Вы знаете, сегодня вызвали. И не один раз его вызывали. Сегодня вызвали по поводу открытия избирательных участков на территории Приднестровья по выборам президента России. Вот они какие вообще в принципе? Как вы их сегодня описываете? Вы же общаетесь с россиянами? Я точно знаю, что общаетесь. Давайте скажем так. Из исторической справки. Всегда из истории, веками российский народ всегда относился с уважением и с братской любовью к молдавскому народу. И всем тем, кто проживал на территории Молдовы в целом. Когда же во власть приходили такие случайные люди, каким сегодня является партия ПАС, который открыто ведет агрессивную политику в адрес в целом руководства Российской Федерации, российских граждан. Вы посмотрите, агрессивная риторика идет не только в адрес государства, но и в адрес граждан. Посмотрите, что происходит, когда гражданин Российской Федерации к нам приезжает в Республику Молдову. Его часами допрашивают. Смотря какой гражданин Российской Федерации. Вот вчера Венедиктов. Чудненько. Перейдем границу Республики Молдова. И более того, успел дать интервью на православском телеканале. Это же оппозиционер, скорее всего. Мы сейчас убираем их внутренние определенные какие-то трения в стране, в нашей братской России. Мы говорим даже о простых взаимоотношениях. Сегодня нынешняя власть ведет агрессивную борьбу против всего русского. Это настоящая русофобия. Я четко ставлю точку после этого слова. Ничего другого тут нельзя придумать. Что это какие-то политические ходы, недружественные, как будто бы к нам идут со стороны Российской Федерации. Мы вынуждены с вами так вести себя. Нет. Это агрессивная политика в адрес России. В частности, это русофобские все действия. И мы понимаем, что имея такого стратегического партнера, как Россия, наши экономические агенты, наше общество, в том числе полностью, все слои общества, всегда находясь в близком контакте с гражданами России, в частности, бизнес, простая обыденная жизнь, всегда складывалось все идеально. Не было никаких проблем. Да, какие-то шероховатости есть всегда и везде присутствуют. Но опять же, возвращаясь, экономика росла, когда мы торговали и дружуя с Россией. И были реальные цены на энергоносители, не сегодняшние завышенные, которые грабят жителей нашей страны. И мы понимаем, какие там схемы. И о них проводились целые исследования независимых и журналистов, и специалистов. И было показано о том, что Молдова реально покупала газ по завышенным ценам. Это была все схема, которая обогащала провластных представителей, в том числе из правительства людей. Мы читали все это из средства массовой информации. Только, увы, сегодня система наша правосудия и вообще система юстиции, она максимально находится под давлением власти и почти, почти захвачена. Хотя мы видим сейчас некоторые отголоски, некоторые из системы прокуратуры, в том числе, заявляют о том, что то, что происходит сегодня у них в системе, это полный беспредел, и власть оказывает на них давление. Все-таки не все там так плохо. Я надеюсь, что есть реальные патриоты своего дела, специалисты, те, кто любят свою страну, граждане, которые работают в системе юстиции, они еще свое слово скажут. Ну вот смотрите, что говорится в таких случаях в качестве объяснения. Говорится то, что все действия представителей молдавской власти, правящей партии, президента, премьер-министра, они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность прежде всего граждан Республики Молдова. Они об этом неоднократно много раз говорили. Вот одна из этих забот это отношение к агрессору, потому что у нас в концепции национальной безопасности Россия названа агрессором, а господин Путин, как мы знаем, то есть они не раз заявляли, что если он приедет в Республику Молдову, они его тут же арестуют. Последнее это сделал глава пограничных войск. Но смотрите, почему все-таки с вашей точки зрения, даже поясняя вот эти все моменты, вызвалось только негативой критики встреча Башкана Гагаузи и Владимира Путина. Вот я не помню, что прям так много говорили критичных слов. Ваше пояснение. Опять же, несколько факторов. Первый фактор и самый основной. Они боятся, что реальные действия представителей власти Гагаузии, в частности, Евгения Александровна Гуцул, будут направлены на оздоровление экономического и социального сектора в автономии при помощи наших русских партнеров. В частности, мы видели, были встречи Евгения Александровна с госпожей Матвиенко, с губернаторами, и была финальная встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И наша власть, понимая о том, что сегодня российская сторона, Российская Федерация может, как и не один десяток раз, оказать помощь Гагаузской автономии в различных секторах. И социальными, и экономическими, и так далее. Открытие рынков. Мы слышали, Евгения Александровна говорила, открытие рынка сельхозпроизводителей, виноделия, и так далее. И когда это все заработает в автономии, вы себе представьте, что будет думать вся страна. Как вы говорите, а вот жители всех других районов нашей страны, когда посмотрят, а вот с Россией все-таки дружить, можно работать, можно, посмотрите, как Гагаузия развивается, и сельхозпродукция там уходит, и так далее, и так далее. Значит, что-то наша власть делает не так. Мы все с вами прекрасно видели, какая сегодня разруха в аграрном секторе. Мы видим, как выкорчевываются десятки гектаров садов, и так далее. Это все из-за бездарной, в том числе, внешней политики нашего руководства. Не только внутренней, а именно в том числе и внешней. Потому что из основного нашего стратегического партнера, благодаря которому всегда был экономический рост Российской Федерации, и даже из многих стран СНГ, сегодня они из них сделали врагов, агрессоров, и так далее. Мы лично не считаем, что Россия, государство такое, которое было всегда рядом с нами, которое защищало в том числе нашу страну от фашизма. Вот мы говорим о безопасности, но именно русский народ стал плечом плечу с нашим народом. Я бы сказала, советский. Советский, правильно, в том числе. Потому что это не только русский, все граждане Советского Союза становились все, причем освобождали нашу родину, нашу страну. И сегодня нам пытаются навязать о том, что нам необходима безопасность от нашего друга? Ну, я же, да, говорят, необходимо, потому что есть ситуация на Украине, я еще раз вам повторяю, они назвали Российскую Федерацию страной-агрессором. То есть, я сейчас о другом хочу спросить. Вы не верите в эту идеологическую версию? Вы видите здесь экономическую еще и подоплеку, что если у гагаузов получится, то будет ай. Я сказал несколько факторов. Один из них мы с вами обсудили, это экономический. Да. Но надстройкой всего вот этого является именно политика. Потому что наша власть сегодня в своих действиях, особенно в международной политике, она не самостоятельна. Мы, вернее, не мы, а наша власть не принимает самостоятельных решений в позиционировании себя в международной политике в частности. И когда им по их определенным методичкам четко указывают, вы должны идти строго Россия-агрессор, подключаться ко всем санкциям против Российской Федерации и так далее. Что страна кандидат совершенно верно. То есть мы теряем свою независимость. Вы понимаете, о чем идет речь? Простой яркий пример. Десятки лет проходятся различные социологические опросы и одна из тем опросник, какой из лидеров международной политики вам импонирует больше всего? И всегда в Республике Молдова на первом месте президент Российской Федерации. Вы понимаете, что сегодня наша власть... Надо посмотреть последние опросы. Но были и такие моменты, о которых вы говорите. Высокий рейтинг был. Это правда. Я вот не знаю сейчас насчет лидерства, но высокий рейтинг 100% был. Ну, хорошо. Вот тогда такой вопрос. Вот сразу же практически. После того, как эта встреча состоялась, у нас пошла информация о том, что возможен арест главы Гагаузии Башкана Евгения Гуцу. Вот здесь, конечно, может быть два варианта. Либо это совпадение, так, что был дан комментарий, но журналист спросил и чиновник в эфире ответил. Либо вы все-таки здесь видите какую-то связь с тем, что произошло и такая вот мгновенная реакция власти. Знаете, есть знаменитая фраза случайность и не случайно. Мы четко, прекрасно видим ту агрессию, которую сегодня проводит центральная власть в адрес Гагаузии, в адрес руководства Гагаузии. И верхушкой вот этой истерии стала встреча с Владимиром Ильичем Путином. И это все нужно было как-то погасить. Сказать, что уголовник встречался с агрессором. Представляете, они все время в своих средствах массовой информации, они, если мы все с вами, кстати, читали эти новости, когда говорили, что Евгения Александровна там уголовное дело, что у нее куча проблем, там куча фейков, куча новостей повыходило в интернете о том, что она чуть ли не главный уголовник нашего государства. Вы понимаете? И так они рисуют эти все вещи, тем самым хотят для остальных граждан нашей страны показать, что в Гагаузии себя правят уголовники и встречаются с агрессорами. Следующий момент. Они запугают в том числе руководство Гагаузии и такими действиями, и такими заявлениями. Как вы считаете себя, Евгения Александровна, как возвращалась домой, с какими ощущениями и мыслями, когда она проводит реальную государственную политику, а ее за это хотят арестовать, открыть уголовные дела, различные угрозы сыпятся. И в интернете, и везде мы все это видели. Спасибо представителям нашего Гагаузского народа за это единство, за эту дружбу, что они, очень многие люди, приехали самостоятельно встретить. Да, вот я хотела спросить. Встретить госпожу Башкана в аэропорту. То есть вы связываете вот то, что пришло так много народу с тем, что люди реально предполагали, что это может случиться, и потому они приехали в Кишиню. Конечно. Так получается? Каждый сегодня век современных технологий. Каждый пользуется телефоном, какие бы мы в те дни не открывали бы новости, порталы информационные, телеграм-каналы, сайты и так далее, везде было прописано, что я Евгения Александровна, вот на вас есть уголовное дело и так далее. И люди, когда это все читают, начинают переживать за своего руководителя, за руководителя, который, кстати, работает во благо гагузского народа. И они приехали самостоятельно ее своим присутствием защитить, показать, оказать свою поддержку и сказать, что нет, не так, как вы все это рисуете. И вот эта картина, кстати, она очень многих, я уверен, в нашей стране отрезвила. Я уверен в этом. Потому что гагузский народ, да и в частности народ всей нашей страны, кто проживает на территории Республики Молдова, мы всегда были дружны. И мы всегда защищали друг друга, когда возникала реальная угроза. И я уверен в том, что в ближайшее время весь народ страны объединится против этой желтой чумы, которая правит в нашей стране. Так же, как объединился гагузский народ вокруг Евгения Александровна Гуцу. Ну, вот смотрите, какова ситуация на сегодняшний день. А на сегодняшний день о том, что происходит и что она чувствует, Евгения Александровна сказала в интервью российским СМИ, я позволю себе зачитать. Я сказала так, есть предпосылки того, что каждый момент могут быть разные провокационные уголовные преследования давления от действующей власти. То есть, она до сих пор, я так понимаю, этот момент она не сняла с повестки, да, вот она пишет, каждый момент могут быть уголовные преследования. Очевидно, что эта тема будет не закрыта, скажем так, и поэтому мы будем наблюдать за тем, что происходит, и как-то, конечно же, мы со своей стороны информировать, но вы, наверное, будете лучше меня знать, что происходит. А что в Гагаузе говорят? Вот я не имею в виду те люди, которые встречали, а вот Гагаузу узнали, есть факт встречи, есть фотография, Башкан стоит рядом с президентом Российской Федерации. Гагаузы между собой что обсуждали? Очень положительно отнеслись к этой встрече. И я во многом получил очень много звонков телефонных, где задавали мне вопрос о том, а что же будет после этой встречи? Она такая молодец, она проявила эту встречу, а как вы думаете, не будет ли каких-то там жестких действий в адрес не только ее, но и всей нашей Гагаузской автономии? Мы ее поддержим, это правильный ход. Это была массовая поддержка, вы понимаете? То есть там даже сегодня разговоры, в частности, о встрече Евгения Александровны с Владимиром Путиным не заканчиваются. А вот те люди, которые за нее не голосовали, но как бы сказать, вот сегодня они видят то, что происходит, они поменяли, как вы думаете, свою точку зрения. Они здесь поддержали эту встречу или нет? Я, наверное, в частности, за каждого жителя Гагаузии не смогу ответить. Ну понятно. Но я с уверенностью могу сказать то, что Евгения Александровна сделала то, что ждал весь гагаузский народ. И не только, кстати, жители гагаузской автономии, но и жители многих регионов нашей страны. Они в том числе были очень рады, что представители Республики Молдова, государственной власти, в том числе, Гагаузия, это часть страны. Да, Евгения Александровна оттуда сделала это заявление. Но в Гагаузии нет планов, она сказала, выходить из состава Республики Молдова. Совершенно верно. И, кстати, Евгения Александровна по закону является членом правительства, которого, увы, президент не назначает. Да, не назначает. И вы себе представляете, что было бы, наверное, если бы она была бы членом правительства, такая истерия была бы в правительстве по поводу этой встречи, когда бы она пришла бы на заседание правительства. Она бы говорила конкретные вещи о конкретных действиях, экономических шагах и так далее. В том числе для нашей всей страны. И почему сегодня простые жители Гагаузии так активно поддержали эту встречу? Потому что они уверены в том, что эта встреча принесет только положительный эффект. Вот и все. Ну, когда ищешь ответы на свои вопросы, нужно, наверное, смотреть на ситуацию больше в целом. И если мы с вами сейчас это сделаем, то мы должны с вами сказать, что в это же время, 8 марта, с президентом Франции встречалась президент Молдовы, Майя Санду. И там были сделаны другие заявления. Там пришла новость по поводу открытия военной миссии в Республике Молдова. Я должна здесь дать цитату господина Макрона, который вот как оценил свои усилия. Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в сфере обучения, тренировки и совместимости наших вооруженных сил. По словам Макрона, ключевой задачей этой миссии станет организация обучения молдавских военнослужащих. Это в его интервью было сказано. Смотрите, Евгения Александровна встречается с господином Путиным, президент Молдовы, встречается с президентом Франции. У нас приходит информация, что здесь обсуждаются экономические вопросы сотрудничества и дружба. Ну да, как бы я здесь как бы цитату полную не могу дать, потому что то, что сказали, по-моему, все читали уже много раз. А здесь обсуждается открытие военной миссии. И как вот эти моменты можно совместить, как их нужно объяснять людям и как понимать? Ну, обратите внимание, да, как бы начну с того, что с одной стороны на чаше весов реальная экономика, реальное развитие государства и дружба. На другой чаше весов мы понимаем война. К чему обучение совместимость, заметьте, слово совместимость наших двух армий. То есть получается, что мы готовимся вместе с французами против кого-то воевать? Не было таких заявлений прямых сделано. Ну, совместимость. Но вот совместимость, да, вот слово совместимость, к чему это совместилось? Для чего? Во-первых, не надо забывать, что в Конституции прописано четко Молдова нейтральная страна. Спросить их у всех граждан страны, хотят ли они сегодня, чтобы наша страна участвовала в каком-то военном конфликте? Для чего нам это все делается? Для чего нас втягивают в это во все? Мы с вами прекрасно это понимаем. Это реально геополитическая игра, которые хотят сегодня затянуть и нашу страну. Мы этого не хотим, простые жители страны этого не хотят. И реально все циологические вопросы об этом показывают. А вам в ответ господин Рича, и вам в ответ министр обороны, и вам в ответ господин Гроссу, и президент, и все представители власти говорят одну вещь. Извините, господин Суходольский, но вот вы знаете, нам не нужно воспринимать с вами нейтралитет как нашу невозможность и неумение все-таки обороняться. Мы должны уметь защитить себя. Нейтралитет не означает нашу беспомощность, наше бессилие, наше неумение и далее по тексту. Вы знаете, вот то, что они говорят, это личная их позиция, которая прикрывает реально провокационные действия на международной арене, в частности, втягивание нашей страны в какие-то нехорошие процессы, связанные в том числе и с военными различными действиями. Почему наш военный, наш солдат должен где-то в чем-то участвовать сегодня? Против кого? На нас кто-то нападает? К нам ведет кто-то агрессивную политику? Наоборот, все заявления, кстати, на кого они в том числе указывают, как говорят агрессоры, публично говорят, Молдова для нас братское государство, молдавский народ братский, мы не собираемся ни в коем случае никто ничего делать. Кто на нас нападает? Скажите нам, пожалуйста. И вообще, такая страна, как республика Молдова, ее защита, знаете, в чем? должна быть реально в отсутствии желания с кем-то соперничать на военном поле. Очень много стран успешно так живут на планете, которые не развивают свою армию, которые четко говорят, мы лишь сотрудничаем в области экономики, социального сектора и так далее. Мы ни с кем не хотим воевать, мы реально нейтральные государства, почему бы нам не идти по такому пути? У нас маленькая страна, у нас небольшое количество населения, для чего нам эти процессы? Вот этот вопрос мы все должны задать власти, и у них не будет ответа, вот реально не будет ответа сказать о том, что кто-то на нас нападет сейчас, это все выдумки, это реальные выдумки. Я понимаю, что сегодня есть провластные так сказать офмягко говоря люди, которые исполняют их цели и задачи, которые будут обхаивать все эти позиции, говорят, нет, на нас нападут, есть риски и так далее, различные журналисты, мы видим это все, читаем, понимаем, но это все ложь и провокация, это реально провокация. Мы сегодня, вот простой обычный гражданин, выйдите на улицу и спросите, вот у которого есть четкое понимание, видение того, что происходит в стране. Он хочет воевать против кого-то? Нет. Он чувствует, что сегодня какая-то агрессия есть в адрес нашего государства? Ответят, нет. А когда жители наших сел видят, что по их полям бегают иностранные солдаты, натовская техника и так далее, как вы думаете, кто вообще и что говорит? Может, нас захватывают вообще с другой стороны? Причем, без никаких там особых усилий. Сейчас вот открытие этой военной миссии, что это подразумевает? Обучение? Совместимость? Нам важно, да, чтобы детально прям все-все-все рассказал наш министр обороны. Мне само, например, крайне интересно про эту миссию. Мы против милитаризации нашего государства и участия здесь таких определенных действий, военных миссий и так далее, которые могли бы навредить нашей безопасности, безопасности наших детей, родителей, всех тех, кто проживает в нашей прекрасной стране. Ну, и тем временем все-таки власть предпринимает шаги, которые, я точно знаю, что представители вашей партии не одобряют, потому что вот вчера пришла новость о том, что уже второй радар для республики Молдова по словам министра обороны обойдется в 20 миллионов евро. Для сравнения первый стоил около 14. Тут же, естественно, возник вопрос о том, откуда деньги. Пришел ответ закупят на средства ЕС через Европейский фонд мира. Ну, вот мне тоже как-то интересно это будет в каком виде это будет грант, это будет кредит, это будет как... Поверьте, я уверен, что все мы должны будем потом возвращать это либо деньгами, либо какими-то конкретными обязательствами перед этими странами. Причем какие-то, не дай бог, еще, так сказать, черные действия. Знаете, вот есть такое выражение о том, что за определенные блага мы должны делать то, что нам уж точно это не нужно. Зачем нам сегодня этот радар? Вы бы лучше купили бы противоградовых ракет в наших условиях климата, защитили бы наши сельхозяйственные угодья, лучше занялись бы этим. Какие радары, для чего нам радары? Государство 300 на 200 километров, от чего мы, от кого защищаемся? Ну, мы уже говорили, да, что говорят в ответ от кого, от какой страны конкретно и кто в этом виноват. Хорошо, я поняла, принимаю ваш ответ. прошу прокомментировать вот еще какой момент очень важный, это то, что о расширении полномочий СИБА и НАЦ, которые должны получить доступ к видеонаблюдению на дорогах. То есть власть предпринимает еще и такого рода шаги, они считают, что это крайне необходимо. Вот мне интересно, как вы это прокомментируете, зачем это делается и что в итоге получится? Что под колпаком у нынешнего режима были все. И не дай бог они перегнут палку со своими этими действиями в адрес Ладно, политиков, мы понимаем, что мы сегодня находимся под постоянным присмотром. Я уверен, что очень многие политики со мной согласятся и следят за многими и так далее, и так далее. Многие незаконные действия, кстати, ведутся в адрес политиков нашей страны. Но теперь это будет законно уже брать информацию без уголовных дел, я понимаю, или как? Смотрите сейчас внимательно. Вот вы представьте себе, есть четкие права человека, которые прописаны не только в Конституции, но и в международных договорах различных. Есть право, давайте просто скажем, право на свободу действия в рамках закона. Сегодня же всех будут держать под присмотром и благодаря вот таким действиям можно, кстати, очень много фальсифицировать различных уголовных дел. Сказать, что человек вот тот или иной в тот момент там проехал, вот у нас есть данные, он был где-то там рядом и он что-то там совершил антигосударственно. И когда вот даже не политик, представьте себе, гражданский активист, который четко высказывает свою позицию в интернете, его, пожалуйста, его могут на раз-два вот такими методами подставить. Это делается для этих вещей в том числе. Это делается для того, чтобы нынешний президент Майя Сандо и все их руководство страны чувствовало себя в безопасности. Они думают, что они будут в безопасности, что они будут всех контролировать и никто против них не шагнет. А если кто-то шагнет, они быстренько ему найдут место где-нибудь за стенках. Ну, есть и хорошая новость для гагаузов. Я по поводу решения Конституционного суда, да, налоговая. Мы знаем, эта тема уже очень давно превалировала у очень многих средств массовой информации. Неспроста, потому что гагаузы практически подсчитали убытки. Если Конституционный суд принял бы другое решение, то это была бы, как они говорили о нас экономически, она просто беда была бы. Чуть ли не катастрофой. Здесь понятно вся эта ситуация. Но вот решение это было для вас прогнозируемо или нет? Давайте я сразу скажу, я на многих площадках всегда отвечаю на данный вопрос одинаково. Когда режим в лице ПАС и их депутатов парламента приняли и вообще этот законопроект появился в публичном пространстве, я четко понимал, что ООН конкретно не несет в себе никакой законной основы. Те договоренности 1994 года о создании гагаузской автономии закона об особом правовом статусе, он давал нам право и дает нам право на свою экономическую деятельность, в том числе и грамотное управление и так далее финансами. Я понимал, что реально этот закон примут в парламенте. Я был уверен, что в Конституционном суде этот закон провалится. Это изменение в закон. Потому что все-таки теплится у меня внутри надежда, что законодательная и исполнительная власть в нашей стране захвачена. Но все-таки в судебной власти еще есть такие реально специалисты, люди, которые могут принимать решения в пользу народа, в пользу законности, в пользу справедливости. Понимаете? здесь было решение в пользу законности и справедливости. И в частности, конечно, в пользу народа. Потому что вы представьте себе 150 миллионов лей минимум. Максимум там в районе 200 с чем-то. Изымать из гагаузского бюджета. Это деньги, которые могли бы были бы направлены на содержание различных социальных программ. То есть кто-то бы лишился, люди нуждающиеся бы, лишились бы этой поддержки от гагаузской автономии, от гагаузских властей. Вот почему сегодня в том числе и действовала так нынешняя власть. Потому что они хотели показать неспособность гагаузской власти в управлении. Мы это в том числе понимаем. Знаете, вот напакостить. Вот это называется мелкое пакостничество. Ну, смотрите, что говорят представители правительства, представители правящей партии, будет так правильнее сказать. они говорят, что они не намерены, что они не успокоятся. Они считают, что они правы, и они эту тему намерены продолжать. Ну, вот, как вы думаете, как продолжат, что будут делать? Ну, я уверен, что у них сейчас появится какой-то новый законопроект. Так. Новый закон разработан. Совершенно верно. И в нем будут немного по-другому представлены те или иные позиции, потому что они идентично не могут повторить один и тот же законопроект. Они его, знаете, так сказать, переформатируют, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Мы понимаем, какой у них, какая у них итоговая цель. Мы будем также бороться на всех площадках за справедливость. Мы будем также отстаивать интересы гагаузского народа, гагаузской власти и вообще интересы всего народа республики Молдова. Я уверяю вас, что нынешней власти осталось совсем недолго. Я уверен в том, что президент нынешний проиграет эти выборы. Я уверен в том, что и референдум их провалится. И от этой власти ничего не останется, потому что настолько тяжелое время настало в нашей стране, что это уже просто невозможно терпеть. И люди, граждане, в рамках закона должны эту власть наказать. Вопрос по референдуму. Сейчас власть предпринимает определенные шаги, как мы знаем. Мы сейчас поговорим по голосованию по почте, по выборам, и по референдуму. Но сегодня Владимир Воровин прокомментировал со свойственным хорошим чувством юмора. Он сказал так, референдум санду по евроинтеграции это удаление аппендицита через задний проход. Извините, не убавить, не прибавить. Владимир Николаевич цитирую полностью. А что для вас референдум санду по евроинтеграции? Референдум санду это, как она сама думает, это ее спасительный, спасательный круг, который позволит ей выиграть выборы в этом году. И я уверен в том, что она глубоко ошибается, потому что ни референдум ничего ее не спасет. И с одной стороны, вы знаете, даже я уверен в том, что люди какую чувствуют евроинтеграцию за последние 4 года их власти, да? Евроинтеграция равно знак уничтожения молдавской экономики. Евроинтеграция равно знак огромные социальные проблемы в обществе, во всех слоях населения, в агросекторе и так далее. Вот что для нас, для всех евроинтеграция. Это сплошная разруха, сплошные проблемы и уничтожение нашего государства. Вот это евроинтеграция. И как вы думаете, человек, когда придет на избирательный участок с пониманием, что для него есть евроинтеграция, он проголосует за нее? Я уверен, что нет. Вот почему для Майи Санду это будет, мягко говоря, окончательным аккордом в ее ужасной песне. пришла новость, не могу не попросить вас прокомментировать, очень свежая. Новость о том, что Европейский суд по правам человека принял решение заслушать аргументы по делу возбужденной запрещенной партии ШОР против Молдовы после того, как ей было запрещено участвовать в выборах в прошлом году. Так вот, в понедельник Европейский суд постановил, что после предварительного рассмотрения вопроса о приемлемости дела, приняли решение о дальнейшем рассмотрении дела и уведомил об этом правительство, предложив ему представить аргументы принятого решения до 1 июля. И далее там как бы в своем решении суд добавил, что заявление может представлять собой дело, имеющее серьезные последствия, а это означает, что оно может поднять важные вопросы, имеющие отношения к Молдове, а также к Европейской Конвенции по правам человека. Вы знаете, процессуальные нормы в Европейском суде по правам человека, это очень серьезные вещи, и когда дело уже пошло в таком ключе, значит действия наших властей вызвали уже на данном этапе определенные сомнения. Вопросы. Совершенно верно. Сомнения. Даже не то, что вопросы, сомнения. Если бы не было бы сомнений, не пошли бы в дальнейшем вопросы, о чем сегодня было адресовано нашему правительству. И мы с вами видим прекрасно, как наша власть давит на неугодных политиков, на неугодные политформирования и так далее. В том числе, партия Возрождение без остановки находятся под определенным прессингом. Всем известно, что и Партия Возрождения проводились у нас различные обыски, наших двух коллег депутатов парламента арестовывали, один из даже находился два месяца в следственном изоляторе. То есть, мы понимаем, что те действия по закрытии партии Шор, они сегодня были в первую очередь направлены не в рамках законности, а в рамках политических определенных позиций. Я уверен в этом. Я уверен в этом, потому что они видели в них определенных серьезных конкурентов, в том числе и на избирательном поле, в том числе и в политическом пространстве представления во всей стране. Да, мы это прекрасно понимаем. Они видят своих конкурентов реальных, и что с ними они делают? уничтожают. Это демократия. Вот сегодня я уверен, что Европейский суд сделал такой шаг. Для них это не просто звоночек. Для них это конкретный удар. Ну вот подкреплю цифрами, потому что получается, что подавляющее большинство заявлений в ЕСПЧ отклоняются без рассмотрения. Например, в 2020 году 95% дел были признаны неприемлемыми или отменены. И только 2000 дошли до уровня судебного рассмотрения. ты же сказал, процессуальные нормы европейского судей это очень серьезные нормы. Ну, как представители партии, наверное, себя думают, конечно, нас уже сняли, сейчас будут принимать какие-то решения, но, безусловно, если они бороться, то, конечно, мне кажется, рук опускать никогда не нужно. Это мое я уверен, что они руки не отпускают, если такая борьба идет. Смотрите, еще вот к вам последний вопрос. Представители возрождения говорят, что на выборах президентских будет свой собственный кандидат. Вот часто это говорят представители вашей партии. Может, какие-то намеки уже, что-то, не знаю, раскроете, какие-то, не знаю, данные, как вы беседуете, с кем, о ком-то говорите. Давайте обезопасим эти процессы. Мы с вами сегодня прекрасно понимаем, что в реалиях, в суровых реалиях молдавской власти, как вы до этого пришли нам новость о том, что закрыли партию и так далее. Вы думаете, они не на данном этапе, если мы определим, скажем, вот этот кандидат, мы его видим и идет. Они на него не навесят различных процессуальных проблем, которые не позволят ему войти в эту избирательную кампанию и так далее. Мы с вами прекрасно понимаем, что вы... Вы сейчас намекаете на ситуацию, которая была на местных выборах, когда кандидатов просто снимали, как... Снимали, да. Именно так и делали. И мы с вами понимаем, что в таких условиях, в таких правилах игры, как они нам навязывают, но ничего страшного, мы будем тоже адаптироваться к этим вещам ровно до тех пор, пока мы не снесем в законном формате эту власть с нынешних позиций. Да, партия Возрождения это реальная политическая сила, которая набирает политический вес и обороты во всех районах нашей страны. Люди массово приходят к нам за определенными идеологическими позициями, которые сходятся с их мнением. Люди к нам приходят за определенной поддержкой и так далее. Они видят в нас реальную политическую силу, которая может представлять их интерес. В том числе, почему бы и нет и кандидата на президентских выборах. Мы будем участвовать во всех политических процессах нашего государства или прямым присутствием, или поддержкой. На данном этапе я пока не могу об этом сказать. Давайте мы дождемся этого времени. наше время вышло. Мне остается вас поблагодарить за эту беседу. И мне кажется, что на многие вопросы вы сегодня зрители, которые вам бы задали, вы сегодня ответили. Это уже неплохо. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Всего доброго. Вы смотрели программу «Тема». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова